Как уже было сказано, я являюсь профессиональным преподавателем, работаю в БГУ, поэтому уж извините, я буду слегка занудлив, как подобает настоящему преподавателю, и начну со знакомства. Меня зовут Борис Михайлович Дубров для студентов БГУ. Сегодня для вас я просто Борис Дубров. Как мы увидим, математики, в общем-то, не сильно склонны к пафосу, и такие имена, как Максим Концевич, Миша Громов, Гриша Перельман звучат в совершенно нормальном математическом мире. Чтобы мне донести то, что я хочу до вас донести, мне очень важно понимать, кто передо мной. Некоторые лица мне знакомы, но совсем немного. Поэтому давайте сделаем так, давайте разберемся с физиками и лириками. Сколько здесь физиков? Поднимите руки. Сколько? Под физиками я понимаю всех, кто имеет дело к инженерным наукам, естественным наукам, и вообще не боится слова математика. Понятно, хорошо, уже лучше. Тогда кто считает, что математика это самый скучный предмет на свете, в школе, и кто рад, что у него сейчас этой математики в университете нет или кто? В жизни нет. Не верю, не верю. Должно быть много, должна быть оставшаяся половина. А еще, наверное, и часть из тех, кто только что поднимал руку. Передо мной стоит ответственная задача. Я попытаюсь рассказать что-то популярное о математике, так, чтобы вам было интересно. Даже тем, кто считает, что это безумно скучно, и кто запомнил математику по, может быть, экзамену в 11 классе, последний раз, когда он имел дело с ней, может быть, кто-то сдавал СТ по математике. Я покажу, что математика это в том числе и эмоции, и азарт, и тщеславие, ну и, конечно же, гигантская история. Конечно же, тема моего доклада совершенно провокационная. У меня не будет возможности рассказать, за что математикам дают миллион долларов. И, как мы видим, не так-то это важно. Тем не менее, это совершенно серьезно. Есть институт Клея в Штатах, который объявил награду в миллион долларов за 7 задач. На сегодняшний момент ни один из этих миллионов долларов, 7 миллионов долларов, им не удалось вручить. Из-за того, что в 6 случаях задачи еще не решены, а в одном случае человек отказался взять этот миллион долларов. Наверное, имя этого человека у всех на слуху. Мы очень хорошо, ну он, по крайней мере, был просто во всех газетах, на телевидении. И эта история известна всем вам. Он здесь слева, Григорий Перельман, жив-здоров, слава богу, исполнилось недавно 50 лет. Проживает, как и последние все свои, не знаю, 20 лет с мамой в маленькой квартирке в Питере. И справа находится великий человек, великий французский математик Анри Пуанкаре, чью задачу Перельман решил. Это одна из тех самых 7 задач, за которые институт Клея готов был выплатить и готов до сих пор выплатить миллион долларов. Но вот Перельман не берет. Не берет. Я попытаюсь, я не знаю, конечно же, что происходит в голове у этого человека, которого наверняка большинство из вас считает абсолютно ненормальным. Я не претендую на глубокий психоанализ, но, пожалуй, просто выскажу несколько гипотез. Почему? Почему так бывает, что деньги дают, и человеку не надо просто? Я озаглавил этот слайд «Легенда Перельмана», потому что это действительно сегодня легенда. И основана она на вот такой замечательной гипотезе Пуанкаре. Вот это та самая математическая задача, которую Перельман решил. Точнее, превратил гипотезу Пуанкаре в теорему. Ну, давайте прочитаем. Я люблю читать эти выражения просто потому, что мне кажется, что это музыка. Но давайте попробуем вместе их прочитать. Всякое односвязное, компактное трехмерное многообразие без края гомеоморф на трехмерной сфере. Если вы не имели дела с математикой, то, наверное, из этих раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десяти слов, не считая предлогов, вам будет понятно, ну, всякое, наверное, будет понятно. Компактное, известное слово, но не так, как это понимают математики. Математики по словам компактное понимают что-то совершенно конкретное, в отличие от обычного житейского смысла этого слова. Хотя некоторая связь есть, безусловно. Ну, трехмерное тоже, наверное, вы знаете, что мы живем в трехмерном пространстве, например. Хотя некоторые спорят с этим и считают, что надо говорить о четырехмерном пространстве времени. А физики движутся дальше и говорят, что, конечно же, мы не можем объяснить нашу Вселенную, если мы не добавим еще 20 размерностей. Потому что как же там взаимодействие частиц и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, значит, обычный человек понимает, что пространство трехмерное. Хотя что это значит, не очень понятно. Вот. Ну и сфера. Сфера, ну что ж, все знают. Сфера и сфера. Наша земля — это сфера. Шарик. Я все-таки попытаюсь хоть немножко дать вам ощутить, что за всеми этими словами стоит. Ну, просто так, для общего развития. Наверняка кто-то из вас уже пытался это сделать. Кто-то понимает все эти слова, если он учится особенно на математических дисциплинах, то почти все эти слова являются частью высшей математики или университетского курса по математике. Но, к сожалению, кстати, не все слова. Некоторые слова не попали в современное университетское образование по математике. То есть даже если вы закончите Мехмат-БГУ, то формально некоторые слова вы знать здесь не будете. Ну, я как мог попытался хотя бы показать вам на картинках, что это все такое. Значит, вот от меня справа, от вас слева сверху сфера, которая выглядит как яблоко. Яблоко не то, чтобы совсем точно круглое, как сфера, но суть этой науки, которой занимается Перельман и которой занимался Пуанкарес, стоит в том, что мы допускаем небольшие деформации без разрыва. Они не считаются. Вот это означает слово гомеоморфное. Нам разрешается деформировать тела или объекты так, чтобы они не порвались. Мы будем считать, что они бесконечно эластичны, и можно их как угодно деформировать. Но, тем не менее, вы, наверное, все понимаете интуитивно, что даже если нам разрешено деформировать абсолютно эластичную поверхность, сферу, мы никакую в бублик, который снизу, не сможем превратить, не сделав надрезы и склейки. К слову, бублик называется тором по математике. Это тор. Вот перед вами два многообразия, как говорят в математике. Многообразие — это, опять-таки, абсолютно нормальное математическое слово, которое означает вовсе не, уже извините, ссылку на культурологию, совсем не то, что мы знаем в культурологии. Многообразие — это совершенно четкий математический объект со строгим определением, максимумами, так, как вы их, возможно, учили в геометрии в школе. Ну, просто тела, пусть будут тела, вместо слова многообразия. Или поверхности. Вот поверхности лучше. Поверхность мы все понимаем. Значит, так вот, перед вами две поверхности. Теперь надо разобраться в том, они какие, двумерные или трехмерные? Вот нет, двумерные. Потому что они находятся в трехмерном пространстве, это правда. Они объемные. Но сами они по себе. Поверхность на Земле двумерная. Если вы не взлетаете, вы знаете, что вам достаточно двух координат, широты и длоготы, чтобы задать координаты на Земле. Поэтому поверхность, сфера, в частности, двумерная. Справа здесь еще один объект, довольно замечательный, но я просто его для красоты здесь нарисовал. Называется бутылка клееная. Что доказал Перельман? Он доказал, что объект в четырехмерном пространстве, трехмерный, который похож на сферу, и есть сфера. Звучит странно, да? Что такое похож? Похож — это значит обладает ключевым свойством. Какое свойство ключевое с точки зрения Панкаре? Панкаре решил, что ключевое свойство сферы вот какое. Я это показываю на двумерном объекте, но в двумерном случае двумерная сфера в трехмерном пространстве. Тут все было давно-давно все известно. Более того, удивительно, что в больших размерностях, начиная с размерности 4 и выше, тоже все было давно известно. Вот размерность 3 оставалась ключевой. Вот гипотеза Панкаре в размерности 3, которую решил Перельман, единственная оставалась открытой среди всех размерностей. Значит, какое же ключевое свойство с точки зрения Панкаре у сферы? Вот то, что если мы нарисуем или натянем веревочку на сферу, или резиночку на сферу, мы ее можем всегда стянуть. Вот мы видим, вот здесь вот на рисуночке как раз показано, как стягивается веревочка со сферы. Чтобы показать, что так бывает не всегда, вот у меня есть второй рисунок, который... Я не явился вчера на репетицию и был неправ. Вот я вижу теперь, что этот рисунок плохо виден. Значит, вот то, что вы видите, это... Не видите, точнее. Вы видите бублик, но от него остались только два кусочка. Но мы можем все равно представить себе бублик, но в нем я могу так взять резиночку, чтобы я ее стянуть не мог. Вот не могу стянуть, если она проходит через дырку бублика, эта веревочка. Я вот завяжу ее, я стянуть не могу. Это свойство называется... Свойство, которое есть у сферы, и которого нет у Тора или у бублика, называется односвязность. Односвязность, значит, какую веревочку мы не завязали, я ее могу стянуть. И все, что доказал Перельман, что если мы возьмем такое трехмерное тело или трехмерная поверхность, которая компактно-компактно, пусть будет ограничена в пространстве, и нет у нее дырочек. И если я могу любую веревочку, завязанную на этом теле, стянуть с него, то это должна быть обязательно трехмерная сфера. Ну, может быть, после каких-то деформаций. Ну, собственно, вот я попытался сейчас на пальцах объяснить, что доказал Перельман. И, конечно же, после этого возникает вопрос, ну, ерунда какая-то. Ну, доказал какую-то ерунду совсем, ну, может быть, неочевидную. Ну, какие-то там тела в трехмерном... Кому эти тела нужны? Мы, наверное, все видели замечательный фильм. Сейчас, о чем говорят мужчины. Один или два, я уже забыл. Когда два охранника снизу один другому задачу рассказывают. Ну, нафига? Нафига вот там что-то палочка куда-то тянется все. Вот здесь у обычного человека должна возникнуть точно такая же реакция. Но изучаются какие-то тела. Почему-то вдруг важно ответить на вопрос, похожая атмосфера или не похожая. И за это готовы платить миллион долларов. Почему? Как так? Я попытаюсь к концу своего рассказа немножко объяснить, почему так и каков шанс у любого из нас решить одну из этих семи задач и получить такой миллион долларов. К сожалению, это тот случай, когда я говорю шанс. Это тот случай, когда платить приходится не деньгами, а годами своей жизни. Поэтому мало кто из нас, наверное, рискнет 50 годами жизни, чтобы с вероятностью один к миллиону решить одну такую задачу. Тем не менее, вокруг легенды Перельмана я немножко вас развлеку, потому что тут есть немножко вещей, которые не рассказывают в прессе. Вот то, что я сейчас рассказал про сферу и там эти все ниточки, наверное, даже где-то рассказывали или пытались объяснить. Перельман оказался центром нескольких очень сложных интриг. Ну, для начала начнем с того, решил или нет. Строго говоря, сегодня мы не должны считать, что он решил что-то, потому что он не опубликовал это решение. Сегодня мы считаем, что задача решена, если она опубликована в научном журнале, рецензируемом научном журнале. Кто занимается наукой, знает, что это такое. Значит, есть анонимные рецензенты, которые приняли решение, ответственные, проверить работу и признать, что да, все правильно. Нигде он ничего не публиковал. Точнее, он выложил это все в интернет. То, что вы видите здесь на слайде, это открытый архив публикаций, в который почти любой из нас может выложить что угодно. Почти любой из вас, потому что последние пять лет требуется минимальная предмодерация. Требуется, чтобы кто-то, кто уже имеет доступ к этому архиву, вас одобрил. Ну, не так, чтобы там, может договориться всегда с кем-то, со мной, например. Я вас одобрю, и вы тогда можете любую ерунду туда выложить. Значит, вот это все публикации Гриши Перельмана. Обратите внимание на то, как он себя называет. Гриша Перельман. Никак по-другому. Это не шутка. Не Григорий Перельман, а именно Гриша Перельман. Это он выбрал, как себя на этом сайте называть. Вы сами пишите свое имя и фамилию на этом сайте. Вот три статьи. Не очень большие. Семь страниц, двадцать две страниц, тридцать девять страниц. Однако, его пригласили на достаточно уважаемый семинар в MIT, где он рассказал все это. И, в общем, после этого Институт Клей и еще есть несколько ведущих групп математиков. На самом деле, три ведущие группы математиков независимо взялись за то, чтобы проверить эти доказательства и пришли к мнению, что в общем все хорошо. Хотя не всегда очень детально. Более того, интрига, которая здесь закрутилась, оказалось, что вот косвенно, в общем-то, он стал центром борьбы двух крупных математических кланов Китая. Я не буду называть конкретные имена, но в результате этой борьбы появилась вот такая работа, которая уже занимает 300 страниц, которая опубликована в официальном журнале Asian Journal of Mathematics, которая называется так, так что вот вам, пожалуйста, полное доказательство гипотезы Понкаре, которая получена приложениями теории Гамильтона Перельмана. Гамильтон был математик, который, в общем-то, высказывал идеи, Перельман построил свою теорию не на пустом месте. Она была основана на идеях, по крайней мере, других математиков, в частности, американского математика Гамильтона, или Гамильтона, если хотите. Вот китайцы сказали примерно следующее, что Перельман замечательный математик, у него есть интересные идеи, но в его работах только идеи, доказательств никаких нет. А вот мы представляем вам полное доказательство, которое уже на 300 страницах, и вот мы являемся теми самыми людьми, которые доказали гипотезу Понкаре, а вовсе не Гамильтон и вовсе не Перельман. Это была крупная конференция, была пресс-конференция для китайской прессы, привезли Стивена Хокинга туда. Это было большое-большое дело. И сказали, вот мы доказали. Но, слава богу, все закончилось хорошо для, по крайней мере, Гриши Перельмана и вообще для большинства людей математического сообщества, которые сочли, что такое поведение неэтично. Ну и в итоге клан, который публиковал эту статью, проиграл, а другой клан, который не публиковал, выиграл. Вот такая разборка была. Ну, значит, по крайней мере, за Перельманом осталось право, что именно он решил эту гипотезу Понкаре. Ну ладно, давайте двигаться дальше. Есть еще шесть задач. Вот здесь перечислены семь задач, так называемых, семь задач тысячелетия, как они называются красиво, институтом Клея, за которые сегодня, за доказательства, решения которых сегодня институт Клея готов заплатить миллион долларов. Чтобы было понятно, институт Клея организован одним математиком, который ушел в финансовую математику и, в общем, стал богатым, и одним предпринимателем. Они решили таким образом поделиться, математик решил поделиться частью своего капитала, организовав вот замечательный такой институт. И, в общем, это, с моей точки зрения, очень удачная пиар-идея. Вот семь задач. Разница классов P и NP, которые относятся к дискретной математике, гипотеза коджио-алгебраическая геометрия, гипотеза Понкаре, решенная Григорием Перельманом в топологии, гипотеза Риммана в теории чисел, квантовая теория Янга-Билса в математической физике, математическая физика, прошу прощения, запечатку, и существование и гадкость решения уравнения на Вьестокса в дифференциальное уравнение. Я, конечно же, не в состоянии уделить разумное время, которое нужно, чтобы дать хотя бы вам даже ощущение о каких-то из этих задачах, тем не менее, какие-то популярные факты я собрал немножко по этим задачам. Это мой, один из моих любимых катонов, посвященных как раз проблеме P не равно NP. В двух словах проблема P и NP, она, наверное, очень известна информатикам, и она сформулируется примерно так. Можно, есть люди, которые решают задачи, есть люди, которые проверяют решение. Вот студенты решают задачи, преподаватели проверяют решение. Спрашивается, что проще? Решить задачу или проверить решение? Но если мы говорим не об университетских задачках, где, безусловно, преподавателю гораздо сложнее, чем студентам, говорим им совершенно компетентно, то в жизни, если есть какая-то проблема, то найти решение сложнее, чем убедиться в том, что оно правильное. Вопрос обратный. Насколько этот зазор большой? Есть ли задачи, в которых проверить решение сравнительно легко? Сравнительно легко на языке информатики называется заполиномиальное время, чтобы это не означало для тех, кто не знает, что это такое. А вот найти решение очень-очень тяжело. то есть невозможно за полиномиальное время. Это открытая проблема и на сегодняшний момент ни одной такой задачи неизвестно. Ну, чтобы было немножко вам, опять-таки, тем, кто не связан с этими вопросами, интереснее, типичная задача, которую нельзя решить сегодня за полиномиальное время, даже решить и проверить тоже нельзя, это вот я могу выставить там некоторое количество точек на карте, надо найти путь, который проходит через эти точки и является кратчайшим. Вот, например, какой кратчайший путь, чтобы объехать все города Белоруссии на машине? Это еще областные центры, скажем так. Эта задача вполне разумно решаемая, потому что областных центров всего-то раз, два, три, четыре, пять и Минск. Если я возьму все районные центры и попрошу найти кратчайший путь, это будет уже фантастически сложный задач. Которую даже современный компьютер будет решать, ну я не знаю, чтобы было понятно, Google Maps предлагает решать такую задачу, если вы поставите десять точек на карте. При этом он это делает бесплатно для десяти точек, если у вас платный доступ, платный аккаунт Google Maps, он позволит вам решать такую задачу для двадцати пяти точек, но больше он не берется. Я так понимаю, что в Беларуси больше, чем двадцать пять районных центров в сумме, это означает, нужны довольно серьезные компьютерные мощности, чтобы просто решить такую задачу. Это типичная задача, очень сложная. Если кто-то вам предложит решение к этой задаче, вот возьмет и предложит, точно так же очень сложно будет понять, правильное это решение или нет, действительно ли это оптимальный маршрут. Ну вот, эта задача, кстати, объехать все города, побывав по одному в каждом из них, называется по-русски задачей камивайджора, а по-английски traveling salesman problem. И этот катун как раз отражает несколько вопросов. Вот этот человек лишь пытается решить задачу P не равно NP. P это задача, которую можно решить за полиномиальное время, а NP, которую проверить можно за полиномиальное время. И на сегодняшний момент большинство людей склоняется к тому, что эти два класса задач не равны, хотя до сих пор неизвестно. Значит, ну и, конечно же, любой математик тщеславен пытается сам лично решить эту задачу. Никому не отдам решение. Так как китайцы не хотели отдавать решение какому-то там Грифу Перельману. Ну вот тут лежит собака. который говорит, ну конечно же, там P равно NP, и для этого надо просто рассмотреть так называемую задачу Travelling Dog Problem. Я вам сказал, что классическая задача называется Travelling Salesman Problem, а собака знает, что есть такая задача, которая называется Travelling Dog Problem. Видимо, обойти все кустики в округе оптимальным образом. Значит, и вы видите примечание, звездочка здесь, звездочка сносков, в которой написано Sorry, this cartoon is too small to contain the proof. Это ссылка на еще одну замечательную легенду, великое теоремо Ферма, которую Ферма сформулировал в одной из своих книг и сказал в маленькой сноске, что просто места в книге не хватает, чтобы привести решение. А потом математики еще 300 лет бились над тем, чтобы это решение найти. Вот, значит, этот cartoon сразу все вместе объединяет. Но, к сожалению, опять-таки, чтобы вот такие cartoonы понимать, надо знать не только математику, но и историю математики. Откуда все это взялось? Я тут много-много разных слов написал, я не собираюсь их даже читать, но кто хочет, тут, опять-таки, я уже сказал, что эти слова во многом для меня звучат как музыка, хотя я должен признаться, что пару проблем здесь я не понимаю сам. Я просто не понимаю даже формулировки. Значит, ну вот, вот это, например, теория Янга-Милса замечательная. Для любой простой компактной калибровочной группы G квантовая теория Янга-Милса для пространства R4 существует и имеет ненулевой дефект массы. Что бы это ни значило. Это значит, что мы можем квантовать равнения Янга-Милса, которые, в свою очередь, являются обобщениями и уравнений Максвелла, которые описывают электромагнитные волны. Вот так. Значит, ну, наверное, вот последнее только понятно должно быть. Существование и гладкость решений уравнения на Вьестокса. В равнении на Вьестокса описывают движение жидкости. Я вот специально привел вам слайд. Вот это сами уравнения, вот они. Буквочки какие-то, но опять-таки, если вы учили высшую математику в инженерном вузе, вы знаете, что это просто какие-то там частные производные. И все вместе это система частных производных, которая описывает, как считают физики и математики, движение жидкости. Причем вязкой жидкости, то есть не какой-то там идеального газа, как мы учили в школе, а настоящей жидкости. Или газов, которые не являются идеальными. И типичные эффекты, которые описываются таким уравнением, в том числе, это всякие завихрения или так называются турбулентные течения, которые происходят, когда такие вязкие жидкости начинают быстро двигаться. Вы видите такие турбулентные течения, когда просто стоите на мосту и вокруг колонн моста вода обтекает. Это вы видите, что там что-то происходит непонятное. Вот эти уравнения, по идее, должны описывать вот эти непонятные эффекты завихрения. И на сегодняшний момент никто не умеет решать эти дифференциальные уравнения. В данном случае никто не умеет даже доказать хотя бы. Ладно, решить, но хотя бы доказать, что есть решения и они достаточно хорошие. Это открытая проблема. При том, что в компьютерном моделировании численно эти решения вовсю решаются и на основе этих численных решений потом строятся и газовые турбины, и реакторы, и все что угодно. На практике никого не волнует, что математически ничего не обосновано. Похоже на правду, эксперимент там подтверждается, будем все делать. Хотя, к слову, надо сказать, что до сих пор численные попытки смоделировать полет самолета, посадку самолета в частности, не увенчались успехом. Гигантские компьютерные мощности, известные модели, известные уравнения, считают на компьютере, меряют датчиками в реальном мире, не совпадают. Так что, эта задача совершенно понятна, имеет разумное практическое применение. Вообще, эти задачи имеют, математики любят ставить большие задачи, потом сами мучаются и решать. в 1900 году Гильберт, немецкий математик, Давид Гильберт, придумал 23 проблемы Гильберта, он считал, что 1900 год, начало тысячелетия, надо, ой, столетия, надо сформулировать главные задачи. Потом много математиков пытались это повторить, но так хорошо, как у Гильберта не получалось. 23 задачи, надо сказать, что, ну, худо-бедно, почти все решены к сегодняшнему моменту через сто с лишним лет. К слову, никаких вознаграждений не давалось, он не обещал, он не был богатым финансовым математиком. Теремфирма, еще одна, еще одна великая задача, вот, собственно, сама задача на чешской марке, написанном, в чехии выпустили даже марку. Это сам фирма, а это Эндрю Уайлс, который решил эту задачу в 1996 году, ну, и получил за это одну из самых престижных математических премий, так называемую, Филсовскую премию. Ну, итак, кому все-таки это все нужно? Может быть, приложения какие-то? Но в теореме фирма точно никаких приложений нет. Ну, что такое х-степенент плюс у х-степенент равно или не равно и з-степенент? Какое-то уравнение. Ну, решим мы его или не решим. Какой смысл вообще вкладывать деньги и обещать кому-то миллион долларов за такие задачи? Это, я специально вот написал 100-500 лет, пользуюсь молодежным сленгом, но это реальная цифра, никто не знает, будут приложения через 100 лет или 500 лет, или не будут. Похоже, что я бы сказал нет. Никаких приложений не будет. Какой смысл вкладывать деньги в такие ненадежные инвестиции? Ну, и отсюда возникает критика общества. Они считают, что математики занимаются только тем, что решают какие-то свои задачки, удовлетворяют собственное любопытство за счет денег государства, за счет денег налогоплательщиков. Тем не менее, если мы взглянем, я пытаюсь все-таки защитить математиков, с которыми я имею дело. Пример теоремы фирма. Сама она, конечно же, не имеет никаких, наверное, конечно же, в ближайшие 100 лет не имеет приложение. Я буду аккуратен. Кто его знает все-таки? И ее решали 300 лет. Вот поиски решения привели к возникновению гигантских, очень интересных областей математики и очень известных приложений. Наиболее известное это криптография. HTTPS протокол сегодня основан на теории чисел, которая была развита во многом благодаря теореме фирма. Сама теорема фирма не нужна. Но вот то, что было создано в попытках ее решить, оказалось очень интересным и нужным в мире. Это картинки из моего курса по электрической криптографии. Как уж получилось. Нужны ли математикам вообще эти миллионные премии? Я здесь взял картинку из «Снежной королевы» это Каин и Герда в тот момент, когда она его еще не поцеловала, когда он еще думает о математике. Вот я считаю, что когда он... На самом деле среди математиков бытует идея, которую я впервые явно озвучил Паулер Деж, очень известный, интересный математик венгерский, что математики не изобретают ничего. Они подключаются к какому-то пространству, к какой-то книге и оттуда читают свои доказательства. И отсюда появилось такое устойчивое выражение «proof from the book» доказательства из вот этой самой книги, вот это вот, которое самое правильное и красивое доказательство. Самое правильное и красивое решение и доказательство взяты оттуда. И в общем-то, вот моя попытка вернуться к Перельману и объяснить вам немножко, почему этот человек не захотел брать миллион долларов, он уже увидел, что написано в этой книге, маленький кусочек. И это настолько переполнило его и настолько важнее, чем все остальное, что никакие миллионы долларов не имеют никакого значения по сравнению с этим. Поэтому, нужны ли математикам миллионные премии? тут много тезисов перечислено, у меня время заканчивается, поэтому я всего лишь скажу, что вот все есть в больших книге, но только единицы получают к ней доступ, и в этом случае деньги перестают играть такую важную роль. Сами же премии, нет, почему же, они полезны, как замечательный пиар-элемент. Они привлекают внимание людей, они заставляют задуматься о том, что в этом мире может быть есть вот такая странная горстка людей под названием математики. Большинство же математиков подключается к обычному миру через преподавание. Они преподают, они пытаются донести то, что они знают худо-бедно своим студентам, может быть, кого-то заражают тем самым, и может кто-то из этих студентов потом становится следующим преподавателем, а может быть, если повезет один из миллионов, докажет одну из этих задач. Ну и именно поэтому нужны и важны эти проблемы Миллениум, но это только вершина. А вот важна не сама вершина, а все пути, которые к ней ведут. Вот на этих путях происходит самое интересное. Все, на этом я закончил. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, да, мне кажется, или не будет мало вопросов, или будет очень много, честно. Ну, давайте. Вы частично уже ответили на этот вопрос, но просто интересно было бы услышать его более развернутым. Как вы считаете, какие-то теоремы математики, они открываются или все-таки они придумываются? И еще, как вы, в принципе, видите, ну, это же второй вопрос, связь математики с языком, со структурой реальности, почему она вообще такая? Давайте попробуем ответить на эти два вопроса. Ну, на первый я, наверное, ответил, и это, безусловно, моя субъективная точка зрения. Я не берусь говорить, что это... Вот я считаю, что лучшие доказательства берутся откуда-то из вот той самой книги. Правда, там на протяжении рабочего, творческого периода математика ему удается заглянуть в эту книгу, может быть, не так часто, как хотелось бы. Не имею понятия. Мы сейчас в мистику какую-то пустим. Не имею понятия. Но если вы хотите хоть какое-то отражение на какие-то современные понятия, существующие за пределами математики, ну, что-то из, наверное, вот самое близкое это что-нибудь из серии новосферы Вернадского. Что-то где-то... Я не могу сказать, что я адепт этой науки. Я говорю, вот в эту книгу, где есть доказательства. Про наноосферу я ничего сказать не могу. Вопросики? Сейчас, там был второй вопрос. Как математика связана с языком, с языками? Математика сама по себе это язык. Очень странный, своеобразный. Математическая лингвистика, ну, с моей точки зрения, одна из самых интересных наук. Попытка найти закономерности в языках. Есть следующая грань, есть формальные языки. Это когда математики уже совсем добрались до языков и превратили это в науку. Тогда начинается информатика, программирование, конечные автоматы. Это понимание того, как математики... Это математическое понимание языка. Но... А вот на каком-то, опять-таки, на каком-то философском уровне я даже не готов это обсуждать. Не знаю. И вообще пытаюсь быть очень аккуратен с философскими понятиями. Вот про книгу да. Мне кажется, это правда. А дальше я философствовать не готов. Еще, ребята, поднимите руку. Есть вопросы? Ну, я тогда... Есть вопрос. Спасибо большое. Подожди, подожди. Дайте микрофон. Да, может? На видео. Спасибо за лекцию, за выступление большое. И, ну, хотелось бы мнение, может быть, такой прогноз. Есть ли какие-то предпосылки и насколько они явные и четкие к тому, что остальные задачи будут решены и, ну, многие люди пытаются это сделать, если какая-то информация об этом. Пытается делать очень... Пытается очень много. Я сам в пятом классе пытался решить великую теремию фирма. Один день пытался, потом сдался. поэтому я уверен, что пытается много людей. А насколько удастся, ну, никто не верил, что великая теремия фирма будет доказана. Это просто невероятно, что она вот доказана была вот на протяжении последних, вот совсем недавнего времени. Гипотеза Планкаре, возможно, может быть, что-то из этих... В этих задачах есть какие-то довольно серьезные продвижения. И я верю, что на протяжении ближайших 20-30 лет мы увидим еще одну решенную задачу. Но вряд ли больше. Вот моя точка зрения. К сожалению, такие задачи решаются очень редко. А П не равно НП... Над этим, кстати, вот П не равно НП это, наверное, самая горячая тема, потому что здесь компьютер-сайенс подключился, и тут просто уж безумное количество людей это решает. Конференции проводятся только по этой одной проблеме. Вот, кстати, если какая будет решена, то, скорее всего, она в ближайшие 20-30 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ